Играет музыка Это будущее нашего белорусского народа Еще 10 лет назад это было трудно представить Если честно, даже сегодня порой нелегко осознать Беларусь не только покорила космос, но и стала ядерной державой В этом году в промышленную эксплуатацию планируют ввести уже второй энергоблок белорусской атомной электростанции Пробное включение в сеть состоится весной Давайте вспомним, как в Беларуси принималось решение о строительстве АЭС Какие три важнейшие задачи она решает И почему Лукашенко назвал белорусскую атомную станцию костью в горле Евросоюза В этом выпуске мы покажем вам нашу АЭС изнутри И узнаем, как обеспечивается ее безопасность Поверьте, это стоит увидеть Вопрос о развитии в Беларуси ядерной энергетики не появился из ниоткуда Еще в 80-х годах прошлого века недалеко от Минска начали строить атомную теплоэлектроцентраль Это было предусмотрено энергетической программой СССР, принятой в 1983 году Но чернобыльская трагедия привела к закрытию программы ядерной энергетики И вместо ядерного объекта под Минском появилась тест на природном газе В 90-х в Беларуси проанализировали состояние энергообеспечения И снова заговорили о ядерной энергетике Специалисты отмечали, что дефицит базовых мощностей в энергосистеме Можно перекрыть только за счет органических и ядерного видов топлива Это уменьшит себестоимость производимой электроэнергии И снизит зависимость от поставок газа Но всерьез за рассмотрение этого вопроса взялись лишь в середине 2000-х После долгих месяцев изучения возможностей и целесообразности строительства атомной станции Совет безопасности в начале 2008 года принял окончательное политическое решение Белорусская АЭС быть Уже на тот момент в мире работало свыше 400 ядерных энергоблоков Наибольшее развитие атомная энергетика получила в Европе Где ее доля в общем объеме производимой электроэнергии составила более 30% А во Франции за счет ядерной энергетики получали и вовсе около 80% электроэнергии В Беларуси же 93% энергии на теплостанциях вырабатывала с использованием газа По расчетам строительства АЭС должно было снизить этот показатель на треть Наиболее безопасное место для строительства АЭС белорусские специалисты выбирали из 74 возможных пунктов размещения Проанализировав природно-географические, гидрологические, сейсмотектонические, экологические и другие факторы Они остановились на трех площадках Краснополянской и Кукшиновской в Могилевской области и Островецкой в Гродненской Они соответствовали всем международным требованиям и рекомендациям МАГАТЭ С учетом энергонедостаточности западного региона, более близкого расположения водного источника И лучшего геологического строения подстилающих грунтов Специальная государственная комиссия остановилась на Островце Общая территория участка составила 450 гектар Две другие площадки были определены в качестве резервных Только представьте, когда мы говорим об атомной электростанции Воображение рисует нам два гигантских энергоблока Но на территории этого объекта располагаются десятки строений и сотни систем Обеспечивающих его функционирование и безопасность Это действительно, как говорит президент, высочайшие технологии И вы никого не слушаете, ребята, что вот Чернобыль нам эта станция не нужна и так далее Это все проплачено Наша станция и плюс российская в Калининграде станция Это костка в горле Евросоюзу и Прибалтийским государством Им они опоздали Им уже не получается построить свою станцию Они нам уже не конкуренты будут Вот и идет конкурентная борьба Более того, они ведь теряют рынки сбыта своей продукции А если дешевле энергия, у нас дешевле и товары будут Значит, мы конкурентоспособны Идет конкурентная борьба Это высочайшая технология Почему наш народ не должен иметь это как достояние После того, как решение о строительстве АЭС было принято Оставалось определиться с генеральным подрядчиком Не подумайте, что Беларусь смотрела исключительно в сторону России Конкуренцию россиянам составили тандемы Франция-Германия и Япония-США Но европейский объект плохо вписывался в энергосистему республики Из-за большой мощности энергоблока А по американо-японскому проекту Вообще не было построено ни одного энергоблока в мире В итоге в мае 2009 года правительство Беларуси и России Подписали соглашение о сотрудничестве В области использования атомной энергии в мирных целях Процесс пошел Я с вертолета посмотрел уровень строительства высот Самый, наверное, высокий Из всех объектов, которые мы строили в Беларуси Молодцы, мы поступили правильно У нас должна быть станция Это дешевая электроэнергия Это новые технологии Это совершенно другой облик белорусской нации Во сколько обошлось для Беларуси строительство атомной электростанции И откуда у нее взялись деньги на это Кто стал генеральным подрядчиком и участвовал в возведении объекта Почему литовцы всеми силами пытались остановить ввод объекта в эксплуатацию А Беларусь, наоборот, протягивала им руку дружбы Это интересные вопросы Но о них так часто говорили и писали, что я позволю себе перейти к другой теме Самое важное для нас всех – безопасность белорусской АЭС Чтобы узнать, как обеспечена ее защита, мы побывали в святая святых Безопасность – это плюс Белорусская атомная электростанция построена по российскому проекту АЭС-2006 Он относится к эволюционным проектам с водоводяными реакторами третьего поколения Главная их особенность – уникальное сочетание активных и пассивных систем безопасности Здание реактора укрыто двойной защитной оболочкой Используемая при их строительстве технология сегодня самая востребованная и опробированная в мире С ее использованием в течение последнего десятилетия введены в эксплуатацию атомные станции в Китае и Индии Также планируется к вводу АЭС в Египте, Турции, Венгрии, Бангладеш, Узбекистане Для нас самое главное – обеспечить безопасную эксплуатацию блока Как первого, так и второго Из семи новых блоков, которые в прошлом году начались строиться в мире Пять – это по этому проекту Проект станции рассчитывается и проектируется с учетом определенного круга набора внешних событий Землетрясения, наводнения, падения самолета и все прочее И здесь наш проект отвечает самым современным требованиям Чтобы предотвратить аварийную ситуацию, на Белое существует четыре так называемых линии защиты Первый барьер – сама таблетка ядерного топлива Спеченый диоксид урана – достаточно прочный и химически инертный материал Второй барьер – тепловыделяющие элементы Они изготовлены из высокопрочного, химически и термостойкого циркониевого сплава И герметично запаяны с обоих концов Третий барьер – толстостенный корпус реактора и оборудование главного контура Из высокопрочных материалов И, наконец, четвертый барьер – железобетонная герметичная оболочка реакторного помещения Его прочность позволяет выдержать все внешние воздействия – землетрясения, смерчи, ураганы, наводнения, даже падения самолета Кстати, по поводу самолета Вы же понимаете, что воздушное пространство вокруг АЭС тщательно контролируется Более того, для охраны атомной станции в Островецком районе создали отдельную воинскую часть Но и это не все Каждый реактор имеет систему управления и защиты, которая позволяет держать под контролем ядерную реакцию Если на Чернобыльской АЭС на аварийную остановку реактора ушло бы 14,5 секунд То с этой системой защиты потребовалось бы всего 2 секунды Стержни при аварийном сигнале просто выпадают вниз под действием силы тяжести Моментально прекращая ядерную реакцию Давайте заглянем в самый эпицентр выработки электроэнергии – турбинный зал первого энергоблока В этом здании расположена паровая турбина с частотой вращения 3000 оборотов в минуту Ее общая масса без трубопроводов и конденсатора – 2500 тонн Длина агрегата – около 75 метров В этом здании расположена турбина мощностью 1200 мегаватт И происходит процесс преобразования тепловой энергии в генетическую энергию пара и в электрическую энергию Турбина настолько тонкая и точно акцентрирована, отбалансирована, что монета, поставленная ребром на фундамент, не упадет На случай аварийного отключения электроснабжения безопасность энергоблока гарантирует резервная станция В ней находятся четыре дизель-генераторные установки Каждая из них может обеспечить самостоятельную работу одного энергоблока После аварии на Фокусима-1 на атомных станциях применяются еще более жесткие меры безопасности Во время трагедии в Японии цунами накрыло резервную дизель-генераторную станцию И электроснабжение брать было неоткуда Теперь же для каждого энергоблока предусмотрена передвижная дизель-генераторная установка При аварии она может обеспечить в первую очередь пассивный отвод тепла от реакторной установки А на этих кадрах совсем не поющие фонтаны Это брызгальные бассейны, которые являются частью системы охлаждения Разбрызгивающие устройства нужны для эффективного отвода тепла от вспомогательных систем, обслуживающих реакторное отделение На каждый блок приходится четыре независимых друг от друга канала для охлаждения воды Это сделано для того, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды при необходимости Как и в случае с генераторными установками, для отвода тепла достаточно одного канала Он может независимо работать в течение восьми суток Но в целях безопасности их здесь четыре Кстати, на белорусской атомной станции есть и собственные ремонтные мастерские Станочного оборудования для сварочных работ по ремонту трубопроводной арматуры Есть мастерские непосредственно на энергоблоках, куда ограничен доступ Там выполняются работы, связанные с оборудованием реакторного отделения Зачем атомной станции свои мастерские? Конечно, для эффективной работы всех систем и оборудования На БЛС предусмотрено проведение планово-предупредительных ремонтов Один раз в год нужно остановить энергоблок для частичной перегрузки топлива И выполнение плановых регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту Здесь работают у нас профессионалы, работают компетентные специалисты Приглашаются специалисты с организаций, которые обладают широчайшим опытом На действующих атомных станциях В конце концов, ремонт у нас был выполнен И выполнен на хорошем, высоком уровне Сделан хороший задел на дальнейшую, надежную, безопасную эксплуатацию нашей белорусской атомной электростанции Десять лет назад в это было трудно поверить, но сегодня уже ясно Ставка на развитие атомной энергетики в Беларуси была сделана верно АЭС – это не только гарант энергетической безопасности Беларуси, но и вклад страны в общее дело по смягчению последствий изменения климата Пока другие государства только приступают к реализации национальных ядерных программ, республика уже сформировала собственную ядерную инфраструктуру Беларуси работает на экономику и приносит ощутимый эффект Первый энергоблок с момента включения в объединенную энергосистему позволит заместить несколько миллиардов кубометров природного газа Сводом второго энергоблока, производимая здесь электроэнергия, обеспечит около 40% внутренних потребностей страны Сегодняшний праздник у нас особый Наша страна сегодня становится ядерной державой Это огромный успех, это венец, если хотите, ну может быть, этап суверенитета и независимости нашей страны Он свидетельствует о том, что у нас есть мозги, люди мозговитые У нас есть надежные друзья, которые помогли создать этот уникальный объект, который будет служить очень долго Мы, люди старшие, уйдем из этой жизни, а этот объект будет приносить пользу людям Далекое видится на расстоянии Не все мы сегодня видим для того, чтобы оценить это величие Пройдет совсем немного времени, и мы до конца осознаем, какой подвиг мы совершили при поддержке наших старших братьев Что хочется сказать в конце Строительство Белорусской атомной станции – это не только общенациональный проект, но и наверняка глубоко личная история Это хороший пример того, как не бояться мыслить масштабно и ставить амбициозные цели Быть уверенным в себе и достигать их, несмотря ни на какие сложности и преграды Это был проект по факту решения первого Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски Мы говорим о главном Опираясь на два фундаментальных принципа – простота и справедливость